Прокатиться в собачьей упряжке, покормить оленя и лично посетить чумы. Этнографический комплекс «Арктический» готов познакомить жителей города с многообразием национально-северной культуры. Сегодня у нас в студии исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд Арктический» Андрей Колесников. Андрей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Лена. Расскажите мне, пожалуйста, у нас «Арктический» как комплекс, он работает только на выходных? Просто иногда встречаешь людей, которые, в принципе, оказывается, еще не знают, что в городе есть место, где можно познакомиться, в том числе и покататься на собачках, и познакомиться с чумом. Это только в выходные дни или в будни тоже к вам можно приходить? Ну, действительно, мы сделали небольшую такую реорганизацию комплекса, в том числе и время работы комплекса. Мы изучили спрос, изучили посещаемость, пожелания жителей и гостей города и увидели, что в будни действительно очень мало людей приходит, и мы не можем им уделить достойного внимания. То есть, когда приходит человек, мы хотим рассказать об комплексе, сделать ему экскурсию, в том числе сделать фотографии с животными, которые у нас есть. И мы приняли решение, что мы можем полноценно уделять внимание человеку, когда мы заняты только посетителями. И для этого мы выбрали субботу и воскресенье. Жители, мне кажется, это почувствовали довольны, и мы довольны результатом тоже. Вот первые изменения, действительно, почувствовали, мне кажется, все это на прошедших праздниках, когда у вас там целая какая-то развлекательная программа была организована. Это какими силами развлекательные программы организовываются? И это вот традиционно каждый праздник будет или прям каждые выходные? Ну, наверное, я вам расскажу небольшой секрет. Мы сейчас экспериментируем, смотрим, что нравится жителям, как они готовы отдыхать, какие виды развлечений нравятся детям, родителям, которые приходят с детьми. Поэтому мы хотим сделать традицию, и чтобы в ноябрьске были такие, так называемые, чумовые выходные. Каждые субботы и воскресенья с 12 и до 6 часов вечера. То есть весь световой день, так скажем. Весь световой день, да. Постараемся организовать питание, чтобы было небольшое, пирожки, потому что очень много спрашивают, да, чай. Сейчас люди, которые заходят, они также могут в чуме посидеть у нас и попить чай с бубликами. То есть это уже сейчас есть, но есть спросы больших. Кроме чумовых выходных, у вас какие-нибудь тематические мероприятия спланированы? Может, экскурсии какие-то предусмотрены? Ну, здесь мы сейчас вели переговоры с администрацией, действительно, и получили одобрение от департамента образования, от Гудковой Надежды Николаевны. И мы сейчас пытаемся выстроить очень хорошее взаимоотношение со школьными учреждениями. Для того, чтобы дети, это в особенности начальные классы, приходили, мы будем рассказывать о укладе национальном, да, жителей Севера. И в том числе мы хотим, чтобы эти экскурсии проводили истинное коренное население. То есть мы приглашаем женщину, она у нас приезжает в Таркас-Алем, у нее есть высшее педагогическое образование, она очень хорошая сказательница, так сказать, очень хороший певец. Поэтому я думаю, что мы детям тоже сможем подарить очень много хороших эмоций. Ну, пока картинка рисуется прям очень интересная, если удастся вам, собственно, все это реализовать. Кроме, вот у нас на фотографиях просто изображена поездка на собачьи упряжки, кроме собак в этнографическом комплексе, я же никого не обманула, сказав, что у вас и олени там находятся. Ну да, конечно, как же Север без оленей, без северных, с этим тоже очень много, на самом деле, историй. И когда мы решили, что в комплексе у нас будут олени, а это одни из первых животных, и могу сказать, что когда привезли оленей, комплекс еще не был готов, не была горожена территория, они жили у нас во дворе, в частном доме. Это, конечно, был ужас, потому что они выкопали все, перекопали все, съели все, что возможно, из-под снега достали и клубнику, и малину, и смородину. Но, действительно, такой комплекс без оленей – это не комплекс, потому что любой житель города, особенно гости, хотят, конечно, увидеть северных оленей. И, наверное, могу сказать, что такого опыта содержания оленей в коральным способом на небольшой территории ни у кого нет. Поэтому мы тоже проходили очень много проб и ошибок, но вот у нас олени, которые сейчас последние есть, они уже живут два года. У нас также был приплод, у нас рождалось там два маленьких олененка. И вот мы все-таки решили, остановились, что больше двух оленей в комплексе не нужно, потому что их достаточно сложно содержать. Мы заготавливаем ягель, это нужно больших 400 пакетов ягеля осенью заготавливать, нужно его хранить. Потом постепенно сейчас подкармливаем комбикормом, чтобы у нас олени были мощные. И вот не так давно был депутат Литков, который сказал, что действительно олени у нас выглядят очень достойно. Сколько человек занимается содержанием, собственно, всего комплекса? Потому что, ну, кормежка оленей – это одна история, а уборка за животными, она же требует гораздо большего труда. Ну, мы тоже вот выстроили такой плавный график. У нас где-то сейчас вообще в комплексе и с артистами, которые привлечены, да, занимаются, и люди, которые занимаются, вот дрессируют собакой, что-то около шести человек. Вы сказали, дрессируют собак, то есть собаки обученные? Собаки, конечно, обученные, то есть это вот, кажется, вроде так, взяли, запрягли собак, да, и поставили. Но могу сказать, что эта процедура такая очень непростая. И на самом деле, когда мы приняли решение завести собак, аляскинских маламутов, мы тоже до конца не понимали, к чему это приведет. И думали, сейчас купим там 10 собачек. Мы их покупали со всей территории России, и в Тимени, и в Челябинске, и самые дальние у нас с Иркутской собаки. Вот, но когда завели собак, оказалось, что их очень сложно поставить в упряжку. То есть не все собаки могут пойти в упряжку, они очень добрые к людям, очень добрые, но вот у них очень сильная иерархия. Поэтому там всегда уже есть вожак, за это время уже определился вожак, у нас есть собака Челсик, это первая собака, которую мы привезли из Челябинска. Но она сейчас вожак, она вот впереди всегда у нас, и вот она даже здесь у вас тоже первая. Вторая собака, которая здесь есть на изображении, это ее зовут Тура, она с Тюмени у нас. Их сейчас тоже 10. Вообще у нас 16 собак. Жуть какая. А когда в упряжке три собаки же, насколько я понимаю, или там же их как-то так 3-6, нет? Могу сказать, что у нас вообще есть очень идея, для чего мы вообще занялись собаками. Мы хотим развивать на Ямале ездовой спорт собачий. Да, вот еще один есть, еще одна организация, один заводчик в Надыме находится, зовут Михаил. У него только хаски, порода, тоже около 12 собак. Вот, и мы хотим, наверное, в следующем году уже сходить в небольшую экспедицию вот где-то в районе Тазовского района. Это прям будет отдельным поводом нам встретиться, потому что очень интересно, как это уйти далеко и с собаками. А если вернуться к комплексу Арктический, который сейчас пока у нас, тема о нем. На территории находится чум. Чтобы проводить экскурсии, мне вот интересно, чум построен этот как? Прямо по всем правилам, которые, как коренные малочисленные народы возводят его? Или это каким образом воздвигалось? Ну, вот я тоже очень часто бываю в лесу, да, в этих чумах. Там все намного проще, и у них традиция, она складывается, наверное, из удобства. То есть обычно заходишь в чум, справа женщина готовит еду, да, там, покушать, где разделают рыбу, мясо. Это называется правая часть, женская часть. Слева мужская часть, это место, где мужчины принимают еду и потом отдыхают. Ну, в принципе, так же и у нас построено. У нас справа сделана больше выставочная, это экспозиционная часть. Там выставлена чучела с национальной одеждой, да, то есть одета национальная одежда. А слева мы приглашаем к столу для чайпития с бубликами, то есть для посиделок, так сказать. Так, вы не ответили на мой вопрос. Откуда появился чум? Чум появился, мы его привезли из небольшая деревушка под Вингапуром, Холесовой. Вы не хотите рассказывать эту забавную историю о его появлении, которую поведали мне перед эфиром? Ну, давайте расскажу. Давайте, она же действительно интересная. Да, когда мы загорелись идеей поставить чум в музей, мы стали спрашивать знакомых друзей, у кого есть коренное население, да, которое может нам там продать или подарить. Вот, и случайно нашли такой чум недалеко от поселка Вингапуровский, и нам предложили обменять его на машину УАЗик, которая стояла у нас с друзьями, купленная, наверное, года полтора уже без дела, потому что не доходили до нее руки. Вот, я как-то предложил ребятам, говорю, давайте, чтобы машина зря не простаивала, поменяем его на чум. Поэтому вот друзья поддержали идею, у нас так появился первый чум в городе. Первый чум в городе, и насколько могу, конечно, ошибаться, и насколько я понимаю, один из первых городов на Ямале, где, собственно, появился подобный этнографический комплекс. Когда родилась идея, когда вот начались работы по организации комплекса, вы обращались к кому-то за советом, где-то узнавали, может, как подобные комплексы работают, открываются в других регионах? Да, как-то нет. Мы, ну, могу сказать, что очень часто к нам приезжают, в том числе представители коренного населения, да, и которые сами рассказывают, что можно еще дополнительно сделать, что будет интересно жителям и гостям города. Вот мы там построили лабаз, тоже у меня Алексей, друг, своими руками сделал лабаз, поехал в лес, да, там, нашел подходящие материалы и построил лабаз. Потом, вот тоже видите на фоне собачек задним, мы придумали, коренные сказали, что они тоже для детей что-то наподобие делают, да, там, чтобы дети могли лазить, соревноваться. То есть все такое из подручных материалов. Ну, второй комплекс, да, который, наверное, или даже первый, наверное, комплекс, который есть на Ямале, это вот в Горнокнязевске, это уже по истечении трех лет, как существовал наш комплекс, я там очутился, но, конечно, там все совершенно сделано на такую, на широкую ногу, там именно для туристов, да, для больших делегаций, а мы сделали такую, можно сказать, рабочую деревушку. А как часто к вам заглядывают туристы, вот есть ли какие-то цифры по посещаемости арктического комплекса? Ну, мы рассчитываем, где-то в среднем держим цифру в голове, что где-то в месяц нас посещает что-то около района 200-300 человек. То есть это вот не спеша, да, то есть это те люди, которые действительно там приходят из дня в день. Появляется очень много семей, которые приходят два-три раза в месяц. Они приходят прям, не знаю, на три-четыре часа, дети не хотят уходить туда, родители говорят, что дети, у детей просыпается аппетит, даже приносят с собой там вот эти вот паечки, да, и кормят детей в чуме. Они говорят, дети здесь кушают совершенно, наверное, все, что им дашь. Ну, потому что на свежем воздухе очень хороший у детей аппетит. Зимой, мне понятно, там такой определенный спектр услуг можно и покататься на горках. Кстати, не знаю, в этом году до вас еще не добиралось, горки в этом году есть? Есть горки, да. Можно и покататься на горках, и покататься на собачьих упряжках. А в летний период вообще круглый ли год работает арктический комплекс? Ну, как вы знаете, комплекс не работал года полтора, потому что до конца не был определен еще необходимость вообще для города, нужен комплекс или не нужен. Но вот с появлением Романа Алексея Викторовича, то есть он действительно подтвердил, что комплекс в городе нужен, что вопрос с землей все-таки решится, да, и сейчас, я думаю, что он уже на финальной стадии. Поэтому мы со специалистами, которые работают в комплексе, сейчас, конечно, в первую очередь вот уже заблаговременно думаем, чем же будем заниматься летом. Сейчас приезжали люди, у которых похожие комплексы есть в Екатеринбурге, то есть о нас узнают, приезжают к нам и говорят, вот у нас тоже есть собаки, и мы собак используем летом для прогулок, переделываем вот эти вот нарты, да, чтобы собакам было очень тоже удобно бегать летом. Но опять же есть пожелание, чтобы собаки бегали только в вечернее время, то есть этим собакам днем очень тяжело будет работать, потому что им жарко будет. Вот, но с учетом этого у нас есть пони, я думаю, что пони, да, будет хорошо кататься, да. Сейчас там пони у нас оброс щетиной хороший, мы ему поставили инфракрасные обогреватели, ну то есть у нас такой северный пони. Еще вы хвастались тем, что у вас нет комаров на территории комплекса в летний период. Да, в летний период к нам приходит очень много мам с молодыми, с маленькими детьми, с колясками, они приносят с собой, вот прям коврики расстилают, да, туристические, и лежат, отдыхают. И мы увидели, что хоть мы находимся и в городе, но все равно комары досаждают, и людям неудобно. Мы тоже нашли в интернете безопасное вещество, делают в Тюмени, опрыскиваем безвредно для людей и для животных, и у нас практически их летом нету. Поэтому вот это первый год, когда данную практику делали, я думаю, что люди, посетители это, конечно, оценили. Ну, расположение, конечно, еще удачное получается, оно и в черте города, и ты погрузился в природу, еще и комары не кусают. Что касается межсезонья, как в этот период работает и работает ли вообще арктический комплекс? Ну, я думаю, что в межсезонье, как и в любом, наверное, деле, да, есть мертвые, так сказать, сезоны или несезонные моменты. Поэтому мы понимаем, что они есть, и наоборот, наверное, будем это время тратить с большей пользой на улучшение комплекса, на дрессировку животных, да, чтобы люди что-то новое придумали. Будем придумать новые сценарии отдыха. Но вот, к сожалению, да, в это время туристам все-таки будет тяжело там попасть к нам. Вообще, когда решатся все сложности с землей, о которых вы тут вскользь упомянули, у вас какие-нибудь глобальные планы по развитию комплекса уже есть для себя? Ну, вы видите, что у нас есть сруб, да, который стоит на заднем плане. Мы, конечно, там хотим открыть, и сейчас пишется один из грантов. Вот мы первый раз в том году участвовали в гранте «Газпром нефти», вот, и выиграли, как-то вот раньше все за свои деньги делали. И тут сейчас к нам действительно такой шквал грантов. Ребята, давайте мы с удовольствием вам поможем, тем более у вас уже есть какой-то опыт, у вас есть что усовершенствовать, вы не начинающий. Вот, поэтому мы сейчас пишем там 4 или 5 грантов на этот комплекс. И один из больших грантов – это вот благоустройство этого сруба большого. Мы хотим на первом этаже сделать хорошее кафе в национальном стиле, чтобы было действительно ленина, была северная рыба, чтобы могли люди прийти просто согреться, потому что мы видим, что на севере не хватает именно теплых помещений. И вот, в том числе, благодаря компании «Газпром нефть» мы построили там гриль-домик. То есть можно посидеть зимой и летом около открытого огня и насладиться теплотой. Вот, а на втором этаже в этом срубе будет этнографический музей. То есть у нас есть уже очень, вы себе не представляете, сколько экспонатов, и просто вот люди приносят, дарят и говорят, мы слышали, что будет. Последнее, что у нас появилось в коллекции, я привез с экспедиции с Ямальского района, две кости мамонта. Какая прелесть. Да, вот хотел принести к вам в студию. И зря не принесли. Мы бы с удовольствием все посмотрели. Когда, собственно, приблизительная хоть вероятность того, что экспозиции эти появятся, когда участие в грантах планируется? Чтобы понять для себя, когда нам к вам обращаться с вопросом, собственно, ну что, выиграли? Ну, большинство грантов, это все-таки первое полугодие. Я думаю, что вот с учетом того, что мы уже проработали сейчас, каждый проект досконально более-менее, мы за летний период, в принципе, можем это все воплотить в жизнь. Ну, это о том, что так, немножко вперед. А если о ближайших планах, впереди, собственно, праздники у нас. Какие-то программы развлекательные на ближайшие праздники у вас запланированы? Ну, ближайший праздник это 8 марта, конечно. Конечно, поэтому все-таки настоялись, чтобы я пришел в студию. Успели до 8 марта. Да, да, да. И лично поздравил с наступающих 8 марта женщин. Пожелаю счастья, здоровья, чтобы всегда были красивые и дарили нам улыбки. Ну, а мы постараемся, в свою очередь, вот в ближайшие выходные, да, перед 8 марта, все-таки акцентировать внимание на праздничной программе, именно вот на празднике 8 марта. Потом мы все праздники хотим привязать все-таки к национальным праздникам, которые есть у коренных малочисленных народов Севера. И для того, чтобы не только дети, да, но и взрослые люди тоже понимали традиции, уклад. Ну, и где-то, наверное, могли там на большой земле блеснуть этой информацией, что вот мы там знаем. С учетом, что мы ничего пока не знаем, да, было бы неплохо познакомиться. И так получается, что вы, наверное, тоже знаете, что Ноябрьск один из городов, где не проводится День оленевода. То есть вот даже в Муравленко, да, там в Таркасале, то есть там есть этот праздник, и вот все равно как-то люди, проживающие в этих городах, они все равно как-то причастны больше. Но мы, в свою очередь, наличием данного комплекса можем сказать, что, наверное, все-таки у жителей города Ноябрьска есть больше возможности видеть оленей. Не один раз в год, как у них. Но все-таки есть тоже где-то такая летает идея в городе Ноябрьске провести похожий, конечно, вот на День оленевода праздник. Ну, это такой секрет. Ну, будем надеяться, мы никому не расскажем. Будем надеяться, что все у вас получится. А в ближайшие выходные мы, собственно, обязательно к вам придем на мероприятие. Спасибо большое. Пожалуйста. А я напомню, наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить. Телефон редакции 49 99 40.